Дороги разные встречаются. Встречаются, которые уже в глубине по георадару можно определить, что там уже начинаются потихоньку проблемы. Есть, которые, например, не соответствуют показателям ровности, которые предъявляются к современным дорогам. О новых сюрпризах на калининградских улицах в виде ям и выбоин аспирант Института транспорта Николай Никитин узнает самым первым. И что немаловажно, еще до того, как дефект станет виден окружающим. А все благодаря уникальной лаборатории на колесах. Насколько у нас дорога по длине ровная, без выбоин, без ям. Это меряется с помощью ультразвуковых датчиков по углам автомобиля и с помощью лазерных датчиков по середине кузова. Также есть система привязки к координатам GPS и GLONASS. Казалось бы, чудо техника в наличии у города должна была избавить нас от главной головной боли всех россиян – проблем с дорогами. Но власти машину не используют, более того, даже игнорируют, рассказывают эксперты. В 2013 году Николай Никитин защищает дипломную работу, доказал, что круговое движение на площади Василевского окажется пустой тратой времени и работать не будет. В итоге все еще печальнее. У горожан практически украли 30 метров асфальта. Мы по всей длине делали выезды по каждой из трех полос в сторону Василевского и от Василевского. Были выявлены в некоторых местах сужение дорожного полотна. И по георадару предварительно наблюдали уменьшение толщины асфальта бетона. Получилось где-то 28-30 квадратных метров дорожного полотна меньше, чем должно было быть по проекту. Одни асфальт воруют, другие пытаются его ремонтировать. Вот так с ямами боролись в Кирове. В Ужевске пошли еще дальше и устроили дорожным выбоинам самые настоящие похороны. Калининградцы пока оригинальностью отличиться не успели. Конечно, дороги хотелось бы были, чтобы намного лучше. Налоги платим, за что неизвестно. Плохие дороги в районе Южного вокзала, где брусчатка, рельсы, Киевская улица. Вот эти дороги в основном. А так в основном в центре дороги хорошие. Относительно. Надо ремонтировать, конечно. Но лучше, чем в других регионах. Это я ориентирую Вам с уверенностью. Я часто бываю в командировках гораздо лучше. Есть некие дороги, которые, может быть, требуют уже ремонта. Но дворы, дворы. Вот дворы самое главное. Только вот ремонтировать нужно с умом, добавляют эксперты. Ведь, как оказалось, на улице Киевской подрядчик Калининград теплосети во время работ нарушил технологию, из-за чего и образовалась просадка. Виновных уже оштрафовали и в ближайшее время им придется отремонтировать дорогу. Еще один фактор, приводящий к появлению многочисленных ям – некачественное обслуживание. За состоянием улиц в Калининграде практически не следят, уверен директор института транспорта Сергей Корягин. В результате на поверхности появляются сначала мелкие трещины, а потом и сами провалы. Если еще на первом этапе залить щели битумом, рассказывает эксперт, разрушение не пойдет дальше. Такую первую помощь строительные компании дорогам не оказывают, в результате чего выбоины становятся только больше. Не соблюдается технологические процессы. И одна из главных причин еще – это нарушение при обслуживании и осмотре дорожного полотна. Потому что, видимо, никто за дорожью не смотрит, вовремя не ликвидирует появление трещин мелких ям, которые со временем разрастаются. Удивительно, но факт – Россия остается единственной страной в мире, в которой ямы на дорогах по ГОСТу. Так вот, согласно ему, размеры отдельных провалов и выбоины не должны превышать 15 сантиметров в длину, 60 в ширину и 5 в глубину. Вооружившись линейкой, мы решили проверить, соответствуют ли калининградские ямы нормативам. Результат не порадовал. По длине ямы на улице Воздушной не соответствует ГОСТу на целых 18 сантиметров. По ширине, на удивление, в норматив вписалось – всего лишь 40 сантиметров, предопустимых 60, ну и, наконец, 4 сантиметра в глубину, предопустимых 5. Но для дорожных экспертов даже такие недочеты – серьезное упущение. Поэтому обследование улиц на чудо-машине продолжится. Светлана Федорова, Михаил Эльбаум. Служба новостей. Город.